Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Две передачи к ряду мы посвятили таким психотерапевтическим беседам. И сегодня наша передача будет не исключением, она будет продолжением начавшегося диалога с нашим гостем, психологом, руководителем детской театральной студии «Про.Я» Тихоном Александровичем Схановым. Здравствуйте, Тихон Александрович. Мы с вами пообсуждали очень интересную тему одиночества. И вот можно сказать, что мы к ней подошли с очень интересного ракурса. Так как мы не встретим такого, может быть, комплексного подхода и комплексного значения, что психология объединилась с религией, с верой и как-то дает очень цельный ответ. Вот сегодня мне бы хотелось поднять другую тему, тоже не менее актуальную, тоже не менее злободневную. Ее мы наблюдаем, видим. Ее отмечают очень многие культурологи, этологи, философы, психологи, медики. И интересная выборка была, недавно я читал, какие болезни свойственны 21 веку. Вот одна из часто употребляемых, часто встречаемых болезней – это болезнь сердца ввиду того, что оно постоянно изнашивается. А вот чем оно изнашивается? Оно изнашивается агрессивностью, депрессиями и страхами. Вот депрессия и страхи, можно отнести, наверное, это вот к нашему предыдущему разговору, они, скорее всего, это такое заскорузлое одиночество в человеке, страхи и депрессия. Когда уже человек не то, что не умеет освоить свое одиночество, а он уже им повержен, вот, то есть он сбит с ног, как сбит боксер на ринге. Вот сегодня мне бы хотелось поговорить об агрессивности, потому что многие отмечают, что уровень агрессии в современном обществе возрастает. Вы прошлую передачу начали со стихотворения, с очень такого задавшего тон, задавший тон цитаты. Сейчас я вижу, вы тоже готовы что-то процитировать, и тогда мы будем обсуждать. Это выдержка из книги Димы Соколова, ну, я прочту, она такая вот, хочу очень, чтобы эта тема прозвучала объемно и непонятно максимально, прежде чем я оринусь осуждать агрессию. Миф, положенный в основу этой истории, очень прост, как притча какого-нибудь кавки. История пришла с востока. Тигрица погибла, ее маленький детеныш остался один. Он бы погиб, но его приняло к себе стадо диких коз. Козы выкормили его своим молоком, и постепенно он стал членом их стада. Постепенно вместе с собратьями и козлятами он перешел с молока на траву. Хотя есть ему было трудновато, да и то, что он был на такой диете. Блеять научился тоже хуже прочих, но, в общем, понятно для всех остальных. Так и жил он, считая себя козой. Странный, конечно, какой-то, не такой, но козой. Целыми днями они паслись мирно на склонах горы, пока на стадо не напал взрослый тигр. Тигренок-коза громко заблеял вместе с прочими и побежал, что есть духу. Тигр, увидевший улюпетовывшего молодого тигра, поразился и погнался именно за ним. Догнал физическую форму тигренка, выросшего на траве, была, конечно, очень так себе. Повалил и закричал. «Что ты здесь делаешь?» В ответ пораженному тигру раздалось какое-то мучительное блеяние тигренка, который готовился к смерти. Это не был тигриный язык. Тигр так и не смог с ним поговорить, но от себя это странное создание не отпустил. Тот постепенно понял, что его никто не собирается, немножко осмелел. Через пару часов он уже успокоился настолько, что начал щипать траву. От этого зрелища взрослый тигр чуть с ума не сошел. Сколько он не пытался объяснить юному безумцу, что тот тигр, тот только прятал голову в плечи от рычания и жалко, что это блеяло. Постепенно взрослый тигр немного понял, в чем тут дело. Впрочем, может, он ничего не понял и действовал чисто инстинктивно. Он погнал молодого тигра с собой на охоту. Тот блеял и бежал. Они нагнали стадо овец. В самом жестком варианте этого мифа они нагнали стадо коз. Тигр повалил одну из них на землю и перекусил ей шею. А потом взял молодого тигра и со всех сил ткнул его мордой в льющуюся кровь. Тот истошно блеял, пока упирался. А потом захлебнулся в крови и замолчал. А потом поднял окровавленную морду и зарычал. Он зарычал по тигриному. На свете стало одним тигром больше и одной козой меньше. Здорово. Ну вот, непонятно о чем. Но меня очень трогает эта история. И что здесь с агрессией? Вот. Как бы вообще непонятно, о чем эта история. Ну то есть... Про что это? Ну вот для вас это про что эта история? Я думаю, вот слушая эту историю, я понимаю, что... Агрессия это то, что достаточно искусственно в значении того, что это кем-то и чем-то выращивается. Вот. Вот это я услышал в этом рассказе. То есть это то, что не врожденное и не естественное состояние. Вот. Но то, что становится присуще, как некий инструмент... Ну мы бы, как христиане, наверное, сказали жизни в несовершенном и падшем мире. Вот. Мне этот миф так вот нравится. Мы с другом, у нас есть целая прям песня под это. Вот я играю, там он читает. И вот чем меня все время трогать? Своей какой-то объемностью и противоречивостью. С одной стороны... Знаете, вот дети учатся читать. И я сейчас вот тоже взрослый начинаю учиться читать. Вот как я читаю этот миф? С одной стороны, можно подумать, что... Нельзя в себе подавлять вот эту агрессивность, потому что она вот тот самый внутренний тигр, да? Вот. А с другой стороны... Мне кажется, вообще там не про это. Мне кажется, там про взрослого тигра, который повел себя агрессивно по отношению к молодому тигру. Но дал ему освоить свой собственный характер и вообще понять, кто он есть такой. Вот. И не блеять вместе с остальными овцами. Как бы... Да, вот интересно. Тут не про то, что... Ну, для меня здесь не про то, что вот мы там куда-то свою агрессию загоняем, да? Вот превращаем ее в овцу. А вот про то, что... Как тонко подметил тигр, что там вообще-то другой человек. Там... Не существо. Да, среди всех 30 школьников вот этот вот, ну, особенный человек. И этот особенный, и все 30 особенный. Вот. У этого одно надо развивать, у этого другого. Вот. В какой-то момент, ну, вот даже, может быть, нужно агрессивно как-то это сделать. Вот. При этом часто с помощью агрессивности в воспитании только все рушится. Вот. И вот эта вот противоречивость, которую сдаёт этот миф, мне она прям позволяет как-то более глубоко, неоднозначно на агрессивность смотреть. Я сам в ней вот в собственной агрессивности после этого начинаю ориентироваться как ребёнок. Ну, она для меня новая. Вот что это? Хорошо. Когда хорошо, когда плохо. Мне кажется, здесь надо отделить некоторые понятия. Вот, может быть, понятие гнева, которому мы можем при... сделать приставку и пить, это праведный. Да? Праведный гнев. У Христа был праведный гнев. Вот когда он, да, вот эти все... Да, да, да. Да. Или когда он смоковницу, да, там, чё дерево свело. Вот для вас вот в этой ситуации. Ну, с деревом там ситуация такая, что я вот себе ситуацию, когда читаю повествование о смоковнице, напомним нашим телезрителям, о какой именно смоковнице идёт речь, Христос, когда проходит мимо смоковницы, а я напомню, что смоковница – такое интересное дерево, на нём плоды появляются раньше листвы. Вот. И когда он увидел пышащую зеленью смоковницу, но не увидел плодов, он её проклинает, да, он говорит... Сейчас не помню дословно, но смысл такой, что... Не жить тебе, одним словом, да, и она засыхает. Вот. Так вот, ну, то есть здесь вопрос весь в том, что, когда я читаю про смоковницу, у меня нет ощущения, что там Христос гневается, злится. То есть вот это вот проклятие, мне кажется, оно было абсолютно бесстрастным. А вот в случае с изгнанием торгующих из храма – да, но там вот мы можем говорить об агрессии или о гневе. Что там встречается? И если это разные понятия, тогда, может быть, вы проясните. Да, и вот здесь как раз вот эта вот неоднозначность этого вопроса как-то требует от нас, чтобы мы всё-таки развели как-то, да. Я даже не буду в словах это разводить. Я просто скажу, что для меня очень важно, вот в этих любых состояниях, там гнев, агрессия или что-то, важно, зачем и для кого. Вот эти два вопроса, даже более того, для меня, если я вдруг успеваю, к сожалению, не всегда, если я вдруг успеваю в этом состоянии задать себе вопрос, для кого и зачем, вот, тогда это может поменять ситуацию. А какие правильные ответы? Если это я для себя, не, ну, тут неправильное, а вот, ну, как бы, хотя бы время подумать. Если я вдруг по отношению к ребёнку проявляю в воспитании агрессию, а поставить в угол это разве не агрессия? Паисий Святогорец там в фильме, мне нравится, это я перед ним, Паисий, я стоящий перед ним на верх, наверное. Он берёт ремень молодого монаха, который там хочет покончить жизнь с самоубийством, плёткой, ремнём его. Это разве не агрессия, а агрессия? Но здесь нужно чётко разводить. Либо я ставлю его в угол, и это мне надо, потому что я чувствую свою беспомощность родительскую. И потому что я не знаю, что делать. Я его наказываю, потому что я ему мщу за, собственно, бессилие, да? Либо я его наказываю, и моё сердце в два раза больше разрывается, чем его, и мне больнее, чем ему в триста раз. Но я понимаю, что он после этого что-то поймёт, и он станет светлее, добрее, ближе к Богу. Вот это, мне кажется, должно первично присутствовать. И там, вспоминая, я вчера начал читать про сопротивление злу силы. Прям так я готовился к очередной книжке Ильина. Вот он её выпустил сто лет назад. Вот. И, значит, там сопротивление злу силы. Вот. И она напрямую относится к смирению. Про агрессивность. И вот он тоже там про агрессивность рассуждает и говорит, что много пишет, но образ вот этот вот. Люди, ну типа, вы в болоте. Вот. И, в принципе, если не относиться к себе вот так и брезгливо, что я такой весь чистенький аристократ, тут, значит, недотронность – это грешно, тут это тоже недотронность. Если понять, что ты и так в болоте, вот, то нужно двигаться там, нашёл опору, помог ближнему там, а где-то, ну и, где-то нужно и проявить свою агрессивность, ну кому-то, ну кого-то физически остановить там, если он делает плохо. Вот я помню впервые, когда столкнулся с батюшкой, вот, он меня пругал за то, что я был некрещен, и он был такой, знаете, через чур совсем своевольный. Чуть-чуть больше, чем сейчас. Вот, хотя тоже сейчас. Вот, ещё батюшка молодой с батюшкой молодым же всё время хочется. Вот. И ему напомнил рассказ Андреева, вот, там, где чёрт хотел стать праведным, и у него, в общем, так ничего не получилось. И там как раз вот про это, ему говорят там, там, надо быть, в общем, никого не надо трогать, да, никого нельзя убивать. Тут бьют ребёнка, он пальца-палец с неё не ударит. Ну, ничего не делает. Опять не получилось у него, ну, вот. Тут ему говорят, давай защищай, он убивает. Ну, и всё как-то не выходит. Ну, видимо, там, не знаю, может, благодать, ну, какой-то нет. Ну, мы-то встречаем с вами, Тихон Александрович, вот не только момент выбора, да, то есть, когда я выбираю, быть мне агрессивным или не быть. Там, кого-то насилуют, кого-то убивают где-то, скажем, люди поступают несправедливо, не по правде, не по любви и так далее. Я выбираю, вмешаться мне или не вмешаться. Безусловно, такие моменты, выбор очевиден. И если человек как раз выбирает неагрессивный путь, у митрополита Антонио Сурожского был замечательный пример, когда к нему пришёл молодой парень и тоже начал ему доказывать, что вообще никакой агрессии быть не должно. Никакого... Яра начал доказывать. Ну, в общем, доказывал, что непротивление злу и насилием – это вот принцип христианский. И митрополит Антоний говорит, а если твою девушку будет насиловать, вот прямо у тебя на глазах, ты что будешь? Я, говорит, попрошу этого не делать. Ну, понятно, попросишь, но они тебя не послушают. Тогда я упаду на колени, буду молиться Богу о том, чтобы он это всё остановил. Ну, говорит, ну, понятно, ты молишься, всё. Если Господь не вмешивается и случается то, что случается, что ты будешь делать? Ну, я тогда утешу свою девушку после этого, я её поведу там. Ну, в общем, ни в коем случае не проявлю никакой агрессии, никакой злой. И что вы, говорит, мне на это скажете, Владыка Антонио, он говорит? Я скажу вашей девушке бросать такого парня. Вот вопрос вот этого выбора, это немножечко так, что называется, со скобками оставим, потому что мы наблюдаем гораздо более печальные явления, когда ты заходишь в трамвай. Угу. И ты видишь абсолютно взаимоотчуждённых людей, людей, причём у которых личное вот это вот пространство, которое, ну, принято, да, понимать психологию, оно вот заполняет весь трамвай. И мне достаточно просто случайно, проходя мимо, ненароком, где-то там что-то наступить, или сшибить сумочку с плеча, и сразу начинается вот такое вот жуткое противление и иногда и ругань, и споры, и так далее. Вот. Иногда бывают обратные ситуации, когда, скажем, наступают на ногу тебе, вот, да, и ты вроде бы никак не реагируешь, но ещё и, кроме всего прочего, и получаешь за то, что ты тут расставил ноги, там, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя, как бы, возмутится весь повод у тебя. Мы приходим в магазины, да, более того, тут самое даже печальное то, что мы и в храм это приходим, и мы встречаем эту агрессивность, вот, со стороны иногда бывает общины. Как я говорил, да, что ж такая за вера крепкая, если её бабушка старенькая, бессильная, может спугнуть своей, там, этой клюшечкой немножко, или там своим взглядом. А это может быть, если ты пришёл верующим, а если ты пришёл ищущим, вот, если ты пришёл задать вопрос, а тебя гонят. У меня вот в этой ситуации есть любимый пример, кстати, может быть, тоже иллюстрирующая агрессивность, с Константином Кинчевым, когда он в 90-х годах впервые задумывался о вере, они были где-то гастролями, то ли в Греции, то ли ещё где-то, или просто, даже, может быть, в России, но в каком-то таком месте, где есть такая мощная обитель была. Вот. Он приходит на службу, вот, ну, приходит, а у него тут в ухе крест, вот, как он такой панкующий, так и пришёл, да, вот, и его кадилами погнали из храма, то есть его прямо вот выгоняли, вот, кадил. И потом после всего этого он вышел оттуда смеясь, гагача, а вечером, сидя с людьми, они напились, вот, со своими друзьями, и в какой-то момент Константин срывается с места, бежит, выбегает из дома, смотрит, едет какой-то грузовик, цепляется за его борт, едет там несколько, там, 10 метров, не выдерживает, падает, лежит на, навзничь на земле, к нему подбегают его друзья и видят, как он плачет и произносит только одну фразу. Я, может быть, вопрос пришёл задать, а они меня кадилам. И вот тут вот вопрос, вот почему эта агрессивность нарастает, почему, каковы внутренние основания для такой агрессивности, или симптомы, или причины, вот, как вам кажется? Ну, так, мне кажется, вообще тем понятно очень, ну, для себя, потому что всё. Ну, поэтому даже кадилам они для кого гонят-то? Кого они гонят? Ну, для кого? Они его принять не могут. Вот они его и гонят. Кадилам. Так вот, и... Вот я про трамвай тоже вспомнил, про общественный транспорт. Я, кстати, на общественный транспорт езди. И вот что, ну, плохо. Плохо во мне, когда я слишком обращаю внимание на чужую агрессивность. О! Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот, я недавно тут поссорился, и мне было дело вообще до моей агрессивности. Вот. И периодически с детьми, когда работаю, мне дело есть до моей агрессивности. Где её больше дать, где её меньше дать. Ну, это вообще сложный вопрос. И как только я занимаюсь своей агрессивностью и вопросами, в общем, когда и где она праведная, неправедная, и вот читаю Лина, и вот мне трогает этот вопрос, меня, моя агрессивность трогает. Тогда я проще отношусь к чужим локтям, там, и вообще мне кажется, что они не такие агрессивные, как я, там, вот, могу быть, и, ну, пусть меня там толкнут локтем. Но опять-таки, ну, об этом не всегда успеваешь подумать, к сожалению. Ну, вот мне иногда кажется, что причина такой агрессивности какая-то всеобщая усталость. Да, и усталость, ну, ещё и тревога, вот, тревога, усталость, отсутствие надежд каких-то, ну, так вот, вера, наверное, в обществе, ну, не прямо вот так крепка, да, вот, вот это мирское сознание тревожное, погоня, там, вот, за какими-то благами, там, материальными, карьерные вот эти штуки, ну, вот это суета, это всё заворачивает, заворачивает. Я тоже прямо вот сам чувствую, как только у меня вот эта мирская суета, озабоченность вопросами вторичными, когда вторичные вопросы становятся на первый план, вот озабоченность, она меня закручивает, и я, да, становлюсь агрессивнее, там. Я не могу с позиции, ну, там, чуть-чуть вечности посмотреть на пустяки. Вот, кстати, мы сегодня с вами вспоминали нашего общего знакомого, певчего, да, мы с ним как-то сидим, он спрашивает, ну, это он со мной в полыгре, ну, давно ли вы исповедовались? И я ему серьезно говорю, да что-то вот уже вторую неделю, что-то не могу в храм попасть. Ну, и что же вас мучает? Я говорю, да злюсь я. Прям, ну, понимаешь, как вспышка, вот, ну, как спичка загора, все злюсь я, ну, ну, я говорю, вот на этого, ну, того прям, вот, ну, поругался там с этим, с тем. Ну, вот, все люди злые вокруг меня, кажется. Состояние одиночества, ну, вот, это близкий. И он там такой, ну, он шутя, и я, вот, его шутка до сих пор во мне играет. Он так говорит, предлагаю вам представить, что ты и вот тот человек умерли. И вот вы стоите в вечности, смотрите и понимаете, что все по поводу чего вы спорили, это просто чупа-чупс. И вот это вот просто чупа-чупс. Он там, ну, он без морализатора, без пафса, но он, в смысле, с излишним пафсом вот это вот нагнул, а потом это просто чупа-чупс. Это не больше, чем чупа-чупс. И, ну, и, вот, в состоянии гнева и агрессии, ну, чем оно опасно? Тем, что, тоже вот с отцом Николаем там об этом разговаривали, он там тоже об этом говорит, что есть полное чувство, что ты свободен и силен в тот момент, когда ты по-настоящему пленен и слеп. Вот. И это опасно. И вот максимально как бы научиться лужу замечать раньше. И вот состояние, почему важно так обращать на свои чувства внимание, чуть-чуть раньше заметить агрессию. И вот что-то сделать там, не знаю, выйти, еще что-то остудиться там. Или, наоборот, добавить, чтобы там получше все. Спасибо большое, Тихон Александрович. Конечно, сегодня наш эфир тоже подходит к концу. Мы сегодня прощаемся с вами, дорогие друзья. Напомнить бы мне хотелось и закончить этой фразой одновременно. Фразу не мою, но современного нашего такого публичного достаточно человека, апологетах православия Александра... Андрея, прошу прощения, Андрея Николаевича Кочергина, который говорил так, а я напомню, что он занимается каратэ, и он профессиональный тренер, мастер спорта. Он говорил так, сильные люди, добрые люди. Соответственно, если вы злитесь, обратите внимание на то, что вы сталкиваетесь с собственной немощью и собственной слабостью, которую зачастую принять не можете. Храни вас Господь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok